Дубль-дубль-дубль-дубль-два! Привет! Помните, прекрасно знаете нашу акцию Допромет, которую мы с Адвиха делаем? Да, да! Последний Допромет мы помогали пенсионерам, ветеранам. И я снял видео своей камерой, выложил на канале, сделал репост на стене. Смотрю через некоторое время на комментарии пошли какие-то негативные, просто что там нужно проломить ветеранам голову, арматурой, там очень дичь какая-то, реально такая дикая дичь. Я пишу этому чуваку, удалил комментарий, пишу ему, что вообще за фигня? В ответ получил дикое количество просто негативной информации. В общем, жесть просто, я вот садок такой выпал, я же не ошибаюсь. Ну, в общем, не суть. Наша сырачка в личке доросла до разговора в скайпе, но созвонились, решил послушать. Он добавил какого-то там еще своего приятеля Вервульфа, и они меня попытались... Обосрать? Обосрать? Обосрать. Они называют это обоссать. Значит, они остались очень довольны этим разговором, они обоссали, но на самом деле я с этого разговора понял, что они нифига не знают историю. Ну, точнее, вот этот товарищ Андрей Адлер его зовут. Он не знает историю Третьего Рейха, вообще ничего не знает, то есть твердолоба... Это ярый националист. Да, твердолобный такой, вообще жесть. Они сказали, что я им нахрен не срался, что вот не знаю вообще, почему все так получилось этот разговор, но я занимался переездом, я сегодня работа, переезд, все такое. И тут я узнаю, что они меня искали, они пытались выйти со мной на связь и так далее. То есть, если я им не срался нафиг, то зачем выходить со мной на связь? Пофиг. Я создал конференцию, где я... И я. И мы, значит, вдвоем созвонились с этим Андреем Адлером, и еще был там один такой нацист, Эрик Вальтер. Он там точно был? А, вроде был, да. Там вообще очень мало. Получилась, в общем, такая запись конференции, ну, в общем, это жесть. Эта конференция вам покажет, что такое представление, что такое нацизм в нашей стране и его ярких представителей. Да, скажем так, от их лица, а точнее они выступили лицом национализма в нашей стране, и вы сейчас увидите их истинное лицо. Да, ребята, там даже я матирусь. Вы уж извините, потому что это невозможно. Должен ли вы? Блин, это пиздец был, честно, честно пиздец. Все, час просмотр, ребята. Удачи. Ём. С нами товарищ Эрик на связи, и он... И сейчас подсоединиться у нас еще товарищ Адлер. А кто главный трал? Адлер? Да, Адлер. Он... Отлично. Он самый главный трал. Эрик сидит молчит, мы, видимо, нечего сказать. Мы ждем главного трала, чтобы он нас затралил и порвал. Чтобы он нас обоссал. В основном нравится это вообще. Насал нам на лицо просто, да. И бурно эвакулировал нам. Так, пропущенный групповой звонок. Сейчас. Я не против групповых. А, звонок. А, да, он мне звонит, блин, просто. Сейчас я тебе сам позвоню. Так. Позвоню. Пиздец, компания. Ага, чувака, а то ты хотел. Так, у меня были небольшие неполадки, сейчас меня лучше слышно. Да, тебя слышно просто замечательно. Ты просто нежно. Ну, отлично, отлично. Привет. Ну что? Какой у тебя классный микрофон, я тебя даже завидую, у меня и то хуже. Ну что, кто кого опускать нынче будет? Эмша, ну как кто кого опускать, ты посмотри. Добавились два человека, они просто сидят, молчат в тряпочку и боятся сказать. Ладно, понятно. Хотя одно слово. Ну давай, подожди. Сейчас, Андрей, погоди. У нас много Андреев, да, это очень классное русское имя. А что тебе говорить, мы тебя в прошлый раз опустили. Слушай, Гиммлер, Гиммлер, скажи мне, ты историю подучил, а то ты Дёнец и не знал, кто такой Дёнец. Я прекрасно историю знаю, в отвачке от тебя. Я понял, поэтому ты не знал, кто пришел к власти у Германии после смерти Гитлера, да? То есть я, по-твоему, должен знать, чем занималась хуй знает какая дивизия СС, но ты не знаешь, что такое Карл Дёнец. Чувак, ты перед Вирвульфом опозорился, мама не горюй. Ебать ты лох, чувак. Просто вот объективно, если посмотреть, ебать ты лох. Да ладно, Андрей, погоди. Чувак, твой бать, твой бать, твой бать, твой бать, твой лох. Подожди, подожди, почему... Чё я должен, блядь, каждого человека, что ли, знать? Нет, сейчас говорим о тебе. Понимаешь, что это мне лично нахуй не нужно, блядь. Ну, а с чего мне, допустим, нужно знать, чем занималась 7320-я дивизия СС, знаешь? Я знаю основных фигурантов того дела, а ты не знаешь даже их. А тебе никто не говорит. Ты знаешь, как Гитлера, допустим, звали? Подожди, я тебе лично задавал вопросы, да, ты на них нихуя не смог ответить. Да ну ты, босс. Ты сам на них и отвечал. Как воевали ветераны? Я говорю, я тебе должен рассказать, как они трехлинейками воевали. Ты говоришь, да они хуй сосали. Чувак, говорю, блин, на самом деле, ты сам на свои вопросы сам и отвечал спокойно. Хуй сосали? Ну, чувак, значит, мы в стране так хуи со всем, что мы до Берлина в 45-м году дошли. Это ж пипец, как, я не знаю, даже сказать нечего. Ты сам задавал. Ему нечего сказать, потому что его в данный момент ветеран. Я тебе еще другие вопросы вообще-то задавал. Да, задавал другие вопросы. Вообще, что за сомнение, что, не Федор что ли здесь? Да. Все, здесь лучшие собрались, чувак. Хуя себе, сам не Федор, блядь. Да, я сегодня... Слушай, он кончится сейчас. Я сегодня слушаю, как Петрушок пытается обхуисоваться самого себя. Это всегда смешно, я получаю эстетическую удовольствие. Во-первых, подожди, подожди, во-первых. Петрушок, твой отец. Я вообще-то говорю, давайте не будем перебивать друг друга. Давайте не будем перебивать друг друга. Я уже угоряча начинаю. Подожди, подожди, мой отец Петрушок мне... Андрюх, Андрюх, погоди. Окей. Который сосет хуи с проглотом. Я просто боюсь, Андрюх, не говори очень много, я боюсь, что Адлер испугается и сбросится, просто когда они боятся. Окей, хорошо, хорошо. Давай, Андрюша, Адлер, который... Говори что-нибудь. Спрашивай. Спрашивай еще что-нибудь. Ну, ты хотел уже обоссать неоднократно, вот поэтому спрашивай. Я тебя обоссал в тот раз, сейчас... То есть ты меня обоссал, да? То есть, когда тебя Вервульф поправлял, когда ты мешал в кучу всего... Слушай, подожди, у тебя есть доказательства, что якобы Вервульф меня поправлял. У тебя в итоге нету ничего, петух-то ебаный. У меня лично весь разговор записан, он просто не мог участвовать на этот спорь. Ну, понятно, ясно, ясно. Да, да, да. Это забавно. Хорошо, ладно. Имитируешь смех? Ну, хотя бы не оргазм, как твоя мама, когда я с ней в постели. Слушай, да, мне не дано такой троллинг, ну ладно. Андрюша Адлер, что ты хочешь еще узнать? Подожди, подожди, ты некрофил что ли? Да. Некрофил давно трупы ебешь. А ты не знал что ли? Я еще и твой труп выебу после того, как ты встретишься с нами. Да я тебя втопчу ебать землю, петушок-то ебаный. Ой, бля-бля-бля, тихо-тихо. Блин, с кем я общаюсь, с кем я общаюсь? Один, значит, некрофил. А этот Андрюх, не Федов, Адлер, значит, мою маму в очко сказал все сперму, спермы залил. Я так подумал, старое очко, старое очко, блядь, залил на. Да, 70-летним старушкам-то любит заливать-то. Да, молодец, чувак, ничего не скажешь. Ну и как? Я вот, блин, я даже боюсь это представить. У меня как-то, блин, заворачивается все немножко. Ну ничего, так нормально, старушка, ебать можно. Крепкая, да, еще? Ну понятно. Ясно. Что-то хорошо. А нам норм. Хорошо скачет, ебать, на моем хуе. И заглатывает его, блядь. С проглотом. Чувак, можно я своей маме тебя порекомендую? А ты хуевый, что ли? То есть и скачет и проглатывает сразу. Блядь, ебать, вы там мутанты в Ростове. Ладно, хорошо. Нет, мы вместе с Эриком Вальтером на пару ебали, твою мать. Так вы в разных городах живете, как вы ебали? Или вас разматываются? Нет, подожди, подожди. Я лично проживаю в Волгограде. А, блядь, тогда не о чем с тобой говорить. И с такой дыры с людьми мы не общаемся. Ты в дыре, это ты в дыре какой-то омской живешь, ебать. В Солупограде, в каком-то колхозе, блядь. Ветеранам еще добровольные акции какие-то устраивают. К чему вообще вот эта вот хуйня вся? Ну как, пиар, подожди, заткнись к тебе лично вопрос, вот к Нефедову. Давай, давай. С какой целью ты, блядь, устраиваешь вот эти вот акции? Добровольная помощь вот этим вот ветеранам? Бля, я бы тебе сказал правду. А часами уже скоро подохнутся. Я бы тебе сказал правду, но ты записываешь, поэтому мне придется тебе соврать, что из благих побуждений. Это пиар, чтобы фанаты не подумали ничего. Вот именно, блядь. Это не я сказал. Это не я сказал. Ой, кто-то слился. Как слился? Петух что ли позорный? Куда слился-то? Эй, иди сюда, уебок. А, это у меня, походу, мне что-то конфы пытаются. Простите, пожалуйста, я не особо петухи, но извините, я ошибся. Андрей Адлер. А, нет, он слился действительно. Кто слился? А, нет, не слился. А, нет, нет. Не поместится петушок. Понятно, ясно. Не, подожди, минутка объективности. Действительно, вот такие люди, как Андрей Адлер, считают, что они охуенные, что ли, а им тролли такие или что? Вот сейчас у любой слушатель... Я лично себя троллем не считаю, и я даже, как бы, не пытался никого троллить. Не, ну, просто понимаешь, Андрей, сейчас люди просто... Любой человек, объективно послушать, подумал, что ты долбоеб просто, вот реально, как бы. Мат-мат-мат-мат-мат-тируй, быдло, аргументируй, где ты увидел долбоеба. Вот, хотя бы... Вот лично я вот... Хотя бы потому что ты меня сейчас перебиваешь. Я понял, что ты вот эти вот, судя по твоим акциям, блядь, каждый поймёт, что ты там какой-то, блядь, умственно отсталый, каким-то ветераном, блядь. Добровольную акцию, нахуй, помогать им, продукты, нахуй, покупать. К чему вообще это? Даже на мой поставленный вопрос толком-то не ответил. Ну, начнём с вопроса о быдле. Ты меня перебил, не дав мне сказать, вот, как бы, то есть, позиционируешься как быдло именно ты в данный момент. Потому что я... Аргументируй, аргументируй. Я начал аргументируй. Не перебивай, давай я ещё послушаю твоё мнение, я тебя послушаю. Блядь, ты меня в пятый раз перебиваешь, я не люблю с быдлом разговаривать, он постоянно перебивает. Продолжаем. МШ, Адлер, ты тащишься вниз. Про что мы там говорили, про ветеранов, да? То есть, ты считаешь, что помогает ветеранам быдло? Нет, никаких вопросов нету, Андрей. Не, 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 не. Ты пёшек лично тебя назвал быдлом, ты можешь вот вывести за свой базар? Он тебе только что вывез. Да, я, во-первых, сейчас сидят Эрик и МШ, и они оба увидели, что я только что вывез, и ты сам лично... Выбил, блядь, что ты вывез. Эрик Вальтер, ты бызел за свой базар, подожди. Мы уже поняли. Подожди, можешь заткнуться? К тебе лично сейчас ничего нету. Вопрос к Эрику Вальтеру. После этого ты, значит, меня назвал быдлом. Он аргументировал за свой базар, подожди. Эрик Вальтер, ты здесь? Да, да, я здесь. Он аргументировал за свой базар, он меня назвал быдлом. Он аргументировал, блядь. Эрик Вальтер, он говорит, ты его перебиваешь, хотя он сам настолько что перебивал, когда ты говорил. Вот именно, блядь. То его дружок анальный, блядь, перебивает, о, нахуй. Какой дружок анальный? Ну это я. Это я. Няшная МШ, как его там, блядь. Зачем ты выражаешься, как умственно отсалый имбецил? Какой дружок анальный? О чем речь? Мы тут все интеллигенты... Ты можешь без матов? Да, сидим и слушаем... А что тебя не устраивают в моем разговоре? Меня не устраивает, что ты разговариваешь как быдло и как последний гопник. В твоем разговоре и обращении ко мне, к моему другу, присутствует постоянное оскорбление. Разговор окончен тогда, если тебя не устраивает, блядь. То есть ты как быдло? Ты как быдло себя ведешь? Не, он нам угрожает окончанием разговора. Быдло, вот быдлом является твой дружок Андрей Нефедов. Амушай, я тебя спас! Уже не ты, блядь, а я быдло. Исосом. Исосом является Тринь Федор. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да. Понятно. Значит, быдлом просто потому, что он быдло. А ты интеллигенция? Да. Нет, это я Адлеру. Адлер, ты интеллигенция? Ну, я про него и говорю, что да, он интеллигенция. Понятно. Я адекватно разговариваю, в отличие от вас. Слушай, знаешь, дать вот эту запись, дать запись эту, прослушать любому адекватному человеку, и он поймет, что ты пытаешься вставить голову мата в разговор и ничего не говоришь. Ты что-то только пытаешься... Твой друган Андрей Нефедов поливает меня сейчас лично грязью и не может вывести за свой базар. Он тебя вывел за свой базар. Извините, я не очень понимаю... Ни хуя он не вывел толком-то. Андрей, секундочку, можно? Я не очень понимаю быдло флэнг. А что значит вывести за свой базар? Можно это сказать как-то общепринятым русским языком? Аргументировать. Ты назвал меня... Ты меня, да. Ты меня назвал... Эрик Владислав. Ты можешь проаргументировать свои слабые слова? Ты употребил очень много необоснованных, нецензурных выражений в адрес меня, моего отца, матери МШ и других личностей, которые не причастны к нашей с тобой дискуссии. И это как минимум уже свидетельствует о том, что ты являешься быдлом. Я аргументирую, вывожу базар, как говорится. Ну, я думаю, этого более чем достаточно для любого нормального человека, который слышит эту трансляцию в данный момент. Как минимум в реальной жизни тебе бы уже вскрыли его оба. Просто откровенно. Ты уверен, ты уверен, блядь? Ну, когда ты ему... Давай я тебе сейчас адрес оставлю. IP оставь, мы сами адрес найдем. IP, ты блядь, через скайп, во-первых, если не ошибаешься, через скайп... Да не отмазывайся, не отмазывайся, IP тебе, да, IP. Нет, чувак, чувак, через скайп можно достать IP через мониторинг протокола. Доставай, если тебе нужно, нахуй. Доставай, если тебе нужно. То есть, Андрю, ты ныкаешься? Я тебе могу адрес указать свой, ты можешь приехать, блядь. Давай, ёб, ты мне... Давай адрес, сука, блядь. Пиздох, ёбан, давай адрес. Ну, блядь, мы здесь братанами подъедем, пиздать, ёбан, лысый, блядь. Пидор гнойный, давай адрес, сука, блядь. Хули, засал, чё заткнулся, блядь, ублюдок. Адрес давай. И что это за кукареки были, блядь, обиженные кукареки? Ну, это имитация тебя. То есть, если это кукареки, то ты кворчишь на всю страну сейчас. Эмш, секундочку, он только что признался, что он кукареки. Подожди, разве у меня на странице... Ты петух, что ли, Адр? Подожди, заткнись, заткни свою пасть. Разве у меня на странице не указан мой адрес? С какой целью ты спрашиваешь, блядь? Ты сам сказал, ты можешь дать свой адрес. Откуда я знаю, что там не фейковый? Такие, как ты, должны ссаться по подвалам. Обоснуй то, что я фейк, блядь. Фотографии все лично мои, мне принадлежат. Откуда я знаю? Эрик, допустим, мне сегодня писал вообще с этого, с девчонки. Ладно, хотя бы он признался, что это... Да, это фейковая страница, я этого не скрываю. Да, просто я откуда знаю, кто там есть кто. Когда человек... Вот это лично моя страница, единственная ВКонтакте, только одна. Понятно. Просто когда человек идет в разрез с законом, а ты идешь именно так, как пропагандируя нацизм. А конкретно как я закон нарушил? Пропагандируя нацизм, говорят, что ветеранов... А что тебя в нацизме-то не устраивает? Что тебя в нацизме не устраивает-то пропагандирует? Потому что, чувак, раскрой глаза. Россия, многонациональная страна, и всю жизнь в ней была. Да, по твоим рассуждениям, она якобы толерантная. Вот, вот, вот. Значит, там должны жить, плачьи, да, ебать? Мы всю жизнь жили. Да ты вообще ебанулся, нахуй, чувак. Понимаете, я бы даже более хорошо относился к нацизму, если бы у него не было таких представителей, как наш достопочтенный быдло-тролль Андрей. Просто, понимаешь, ты даже отказываешься воспринимать историю... Андрей не Федов, блядь. Давай-давай, обхуесоси, обхуесоси, я слушаю, давай, давай. Оп! Твое время настало, давай, хуесоси. Кого? Меня, меня, давай. Назови меня как-то. Я для сразу затормозил. Ну чё, чё ты слился-то, уёба? Давай-давай, хуесоси меня, давай. Ладно, короче, мы сейчас обсуждаем фейковые страницы и так далее. Если у тебя адрес написан... Ты нахуй нужен петух ебаный, блядь, хуесоси, а ты не достоин даже троллинга. Да, только у тебя столько восхищения было в голосе, когда не Фёдов добавился. Понимаешь, в чём дело? Ты сказал, что я вам нахер не срался, но тем не менее, ты вчера пытался как-то дозвониться. Ты, Эрик, через фейковую страницу до меня дописался. То есть, понимаешь, если я вам нахер не срался, то с какого хуя у вас такой бугурт? Скажи-ка мне, а? Я вообще... Подожди, я вообще-то записал вот весь разговор, процесс разговора, ты утверждал то, что мы ещё с тобой созвонимся, это так. Ну вот. Чем тебе не так? Если есть сомнения, я могу даже как подтверждение отправить этот разговор. Да хватит вот этой же записи. Вот все созваниваемся, чё тебе не так-то? Ну вчера-то... Я тебе, блядь, вчера сказал, вчера меня не было в онлайне. Если у тебя какие-то глюки, я был... Блядь, ты был в онлайне, мы тебе звонили. Давай я тебе не буду доказывать. Ты, блядь, я вчера переездом занимался. А кто... Вот я занимался весь день и тем, что тебя следовал. Кто-то другой был в твоём аккаунте, да? Кто-то другой якобы сидел в твоём аккаунте и скидывал, да, трубку? Он, наверное, в телефоне сидел. Я когда в телефоне сижу, тоже не отвечаю всяким петухам. О, блядь. Хотя я им вообще не отвечаю. Это сегодня исключение. А, нет, не буду. Нет, товарищ, меня не было в онлайне. Суть не про то. Разговор есть? Разговор есть. Так что без проблем, без претензий. Да, Андрюша? Yes, of course. Вот именно. Давай, Адлер, спрашивай ещё. Значит, слушай, ну, у нас, к сожалению, не получится адекватного диалога в плане того, что ты про ветеранов уже всё сказал. Я давно пытался... Что он сказал про ветеранов? Ну, что их нужно... Ну, то, что они старые хуесосы, их нужно, блядь, вырезать как скот. Вот, вот это, значит, его позиция. Значит, смысл в чём? Что они воевали за Россию, и что они абсолютно в корне неправы. Что немцы пришли к нам с добром. Они воевали за Сталина и за Булак. Вот именно. Они воевали за... Они вверх, подожди, они воевали не за... Они только воевали за свою задницу, больше не за кого, ебать. Потому что у них выбора не было. Вот. Они могли расстрелять. Понятно. И смотри, в прошлом разговоре, Андрюха, не Фёдор, который... Я спросил у Андрея Адлера, говорю, хорошо, если бы пришла бы сейчас, пошли бы на нас с войной, что бы ты сделал? Он сказал, что если бы это пошли какие-нибудь хачи, он бы воевал на стороне России. А если бы это пошла какая-то другая более сильная держава... Во-первых, хачи это биомусор, здесь никто не спорит, блядь. Вот. Ты бы сказал, что ты бы пошёл к ним бы на их сторону. То есть, получается, что ты встаёшь на сторону сильного. Ты не можешь за свою страну продеть до конца. То есть, даже если, ну, грубо говоря, это просто обыкновенно предатель. Не, на самом деле, знаете, как бы... Аргументил, Россия не моя страна, это не моя родина. А какая твоя родина? Где ты родилась? Мои родители и арийцы. Моя родина – это Германия, вообще-то. Ну, ты сказал, что ты родился в Калининграде. Скажи что-нибудь по-немецки, пожалуйста. Калининград, Калининград, если ты вообще не в курсе. Я-то знаю. Я знаю, что это Кёнигсбергс, Восточная Пруссия и так далее. Вот именно, да, да, да. Я много чего про Калининград знаю, и неоднократно... Грубо говоря, я родился в Германии. Ты немецкий знаешь? Нет, не знаю. Ведь мне твой голос пиздец конкретно бесит. Ну, ну... Голосы на туре дегенерата. Ну, мне как бы поебать, бесит те мои голоса или нет. Продолжаем разговор. К вопросу о емальник поганый, блядь. К вопросу о быдле. Можешь самкнуть свой петушиный. Подожди, ты можешь самкнуть свой петушиный клюв. Два пункта. Быдло в сторону Андрея Адлера. Продолжаем разговор. Просто Андрею, понимаете, нечего... Давай высирайся, послушаю. Я высерусь, да, хорошо. Андрею нечему мне сказать, потому что его уровень интеллекта примерно на 50 пунктов ниже, и он пытается сейчас как-то выкатить на фоне... Блядь, прикинь, Андрей Нефедов такой интеллектуал. Зачем ты меня перебиваешь? Давай по очереди говори. Вот. На фоне своих, может быть, каких-то обыдлодрузей ты пытаешься выехать обильным количеством мата, обильными унижениями, и как бы показать, что ты более силен. Но твой психологический прессинг сейчас очень сильно проваливается в глазах адекватных интеллектуальных людей. Поэтому, чувак, ты просто всосал. Говорят твоим языком. Сосал плотного хуйца, блядь. Даже не мог за базар за свой вывести, блядь. Назвал меня там по всякой петухом и пыдлом, блядь. А сам не мог вывести. В итоге ты получаешься пыдлом. Разве это я назвал? По-моему, ты сам так назвал. Когда мы начали разговор, ты меня полил непрерывно грязью разной. Разве? По-моему, такого не было. Был и вон Эрик Вальтер, свидетель здесь сидит. Эрик Вальтер более интеллектуален, чем ты. Потому что он не бросается с какими-то глупыми выражениями, а просто сидит и слушает. И я думаю, что даже угорается в твоих речей. Да, Эрик? Думаю, что да. Я думаю, что да, это так не скажется. Мне просто нечего еще сказать. Вот примерно в таком же русле шообеседа между Мой, Адлером и Вербургом. Нет смысла разговаривать. И между тем они добавляются в конфу в скайпе. Нечего говорить. Где-то воевалистами, блядь. Коммунистами. Как смысл разговаривать с такими-то, блядь? Адлер, а вот, допустим, ты говорил, что начнется, если война, ты будешь против хачей, за немцев, то... Это сейчас не в тему, это сейчас не в тему вообще. МШ, возьми эфир на себя, я отвлекусь на секунду. Хорошо. Продолжим. Значит, ты сказал, что ты будешь воевать на стороне сильной державы, да? То есть не России и так далее. Вот просто мне интересно, в данный момент все-таки, я не могу поверить, ты возьмешь и сразу переметнешься просто к врагу, да? Потому что... Я, я так не утверждал, я тебе сказал, если бы война была между инородцами, вот этими вот хачами, мусульманами, как их там называют, биомусором в общем, я бы, конечно, был бы на стороне России. А если бы была война, например, с Францией, или с Америкой, или с Германией? Из двух слов, говорится. Ну, с Америкой, допустим, была бы война, на чьей бы ты был стороне? Не знаю, это трудный даже вопрос. Понятно. То есть у тебя определенно поставлена политика относительно... Не знаю, наверное, за Россию был бы. Наверное, за Россию. А тебе хорошо, представь себе, 41-й год, когда на тебя, в том же Бресте, когда ты живешь спокойно, мирно себе, да, на тебя нападают... Подожди, во-первых, подожди, послушай. Послушай, во-первых, Германия предлагала России мир. Она ничего, вот, считай, не желала зла России. И об этом знал каждый христианин. И об этом, подожди, каждый Германий... Вот именно, переписанными жидами, да. Германия, между прочим, обещала российскому государству, им, жителям, блядь, теплый прием, еду, одежду, пулевые ранения вылечить. Она, считай, блядь, Германия обеспечила бы белое будущее России. Сейчас бы, считай, я тебе, как тогда объяснял, сейчас бы, блядь, в России жили только славяне, невзирая на то, что нынешнее поколение, сколько хотели. А откуда эта информация? С чего ты взял, что было так? Что было так, конкретнее? Конкретнее, не зло. То, что Германия там обещала, чуть ли не какие-то райские блага России. Во-первых, знаешь почему? Потому что мой дед служил в СС, и он мне рассказывал всю суть. То, что Германия не желала просто России зла. Ну, просто тупо напала, да? Во-первых, она не нападала. Во-вторых, если честно, то Россия, Россия СССР, сам планировал напасть в 1939 году на Германию. Но Гитлер это просеял, план их прочухал. И поэтому два года он прочухивал, а потом нечаянно напал, да? А потом базар вывез, короче. Он первым напал, потому что он прочуял их непланы. Так и получается. Это называется нападение военной исцеления. Почитай вот, ты даже не знаешь, ты меня обвиняешь, что я хуёво знаю историю, а сам толком-то ничего не знаешь. Ты почитай вот историю Третьего Рейха или чё-нибудь. Не Майнкап, зачем Майнкап, блядь? Ты почитай хотя бы историю всемирную, массовую. Ты, блядь, сам убедишься, что СССР сам хотел первым напасть. Понятно. Меня, знаешь, конкретно интересует момент, даже никто, на кого хотел напасть. Есть такая хорошая поговорка, называется «После драки кулаками не машут». Так вот, по-твоему, даже были бы правы ветераны, были бы неправы ветераны. Какого права ты имеешь после драки обижать беззащитного, слабого, более слабого человека? В любом случае, это ничего не изменит. Ты признавался... А одни, подожди, во-первых, они недостойны жизни, потому что они воевали за Россию, они испортили наше будущее. То есть ты, как бы, берешь на себя право вершить чужие судьбы. Не, мне кажется, он думает, что если бы немцы, допустим, успешно закончили военную кампанию в СССР, то нам бы, да, было хорошо. Я думаю, что мы бы сейчас работали... Подожди, вот еще один вопрос. Вот, допустим, если бы, да, ты как считаешь, если бы сейчас нацисты бы захватили бы Россию, считай, в нашей России было бы господство нацистов этих. Но сейчас же, опять же, в нашей стране хачи, они как и есть нацисты, они пиздят, считай, русских, убивают, блядь, насилуют жены их, блядь. Да знаешь, многие русские не лучше. Сейчас эти же хачи, эти же хачи, они есть нацисты, блядь. Они есть нацисты, фашисты, блядь. Нет, хорошо, может быть, это действительно так, но это не меняет... Не меняет... Суть вопроса о ветеранах. Да, того, что если бы тогда немцы, как бы, захватили Россию, то мы бы сейчас все работали в каких-нибудь шахтах, там, я не знаю, но вряд ли бы мы сидели у компьютера. Есть доказательства, то, что мы работали бы в шахтах. Ну а почему нет? Мы же не арийцы, мы биологический узор, мы еды мы славяне и тому подобное. Восточный славян... Гитлер, Гитлер, в первую очередь, относился к славянам очень хорошо. Он их считал белой расой славян. Он их нежно травил в газовых камерах. Во-первых, в газовых камерах он травил, в газовых камерах он травил унтерменьший. Цыганей, жидов, ну, ни в коем случае не русских, не славян. А, и славян. В случае. Ага, понятно. То есть, ну, ясно. Я просто думаю, что в этих всяких разных... Если ты прочитал... Подожди, Контрею не Федову. Если ты где-то прочитал, что Гитлер считал славян, считай, биомусором, то это все ложь, считай, переписка жидовская. Они, считай, блядь, переписали просто эту историю. Лживая информация, грубо говоря. А вдруг ты ошибаешься? Ты же не можешь как-то проверить, подтвердить. И в чем я? Я ни в чем не ошибаюсь. Могу подтвердить. Просто потому что это ты? Мой дед, еще раз повторяю, мой дед воевал в СССР. А твой где воевал, блядь? Вовсе ничего толком-то не знаешь. Мой дед мне все рассказывал, блядь. А как ты можешь подтвердить, что твой дед воевал в СССР? А что я тебе... Может быть, ты сидишь, и ты и придумаешь. Подожди, подожди. Кто ты такой, чтобы я тебе что-то подтверждал, блядь? Не, мне, в принципе, нахуй не надо, чтобы ты подтверждал. Просто мы знаем, что ты доволишь, вот и все. Если, допустим, знаешь, за нами стоит, как минимум, мировая история, Андрей Адлер, если за нами, как минимум, стоит мировая история, и ты просто, конечно, когда она тебе не нравится, можешь сказать, что она переписана жидами, то за тобой стоят только твои слова. Только то, что там у тебя дед, мол, воевал где-то в СССР. И ты не можешь это никак подтвердить. Понимаешь? Ты, может, старолетний школьник, который сидит просто за компом, придумал себе там какую-то идеологию, вот и мой дед воевал, все, блин, и я буду крутым нацистом. И все. Да наверняка его дед на самом-то деле нигде не воевал, а сосал член в каком-нибудь Освенцине, у какого-нибудь охранника. И все. И его за это помиловали. И он рассказал своему внуку. Это Ленис, нахуй. Твоего деда сожгли, блядь. Лизал сапоги твой дед, нахуй. Моего деда не сожгли, мы живем здоровым. Подожди, это твои проблемы. Вот и мой дед так же сейчас здоровый до сих пор живет. Это твои лично проблемы. Веришь, что Ленис, мне как-то насрать. До сих пор неприятно пахнет изо рта, после того, как он отсосал у чувака из Освенцина. Километр. И вот. Да, за километр. Понятно. Мамбануло? Немножко. Да нет. Да нет, нихуя. То есть ты все-таки считаешь, что Гитлер не расценивал славян как низшую расу, да? Мне почему-то казалось, что эти унтерменши, это евреи, цыгане и славяне. Да. Нет, славяне относятся к унтерменшам. Понятно. Да, вот кому-то же удалось так вот втемяшить славянам, что якобы к ним так не относились. Слушай. Чьих это рук дело, интересно? Я вот читаю выписку из Майнкампфа Адольфа Гитлера. В течение столетий Россия жила за счет именно германского ядра. Да, вот подожди, ты сомневайся, да? Ты говоришь. Подожди, ты можешь почитать, что они перебиваются? Я читаю цитату из Майнкампа. Из Майнкампа. Можно я прочитать? Ты можешь молчать, когда читают цитату из Майнкампа. Заткипать свою нахуй. Как гимн это воспринимать? Молчи, слушай. Ты можешь, ты можешь почитать Майнкампфу. Не могу, давай, Маша, читай. То, что, блядь, Гитлер сам там написал. В течение столетий Россия жила за счет именно германского ядра в ее высших слоях населения. Теперь это ядро истреблено полностью и до конца. Место германцев заняли евреи. Но как русские не могут своими собственными силами скинуть ярмо евреев, так и одни евреи не в силах надолго держать своем подчинении это громадное государство. Сами евреи отнюдь не являются элементом организации, а скорее ферментом дезорганизации. Это гигантское восточное государство неизбежно обречено на гибель. К этому созрели уже все предпосылки. Конец еврейского господства в России будет так же концом России, как государство. Судьба предназначила нам быть свидетелем той катастрофы, которая лучше, чем что бы то ни было, подтвердит безусловность, правильность нашей расовой теории. То есть под эгидой уничтожения... Ты где, подожди, ты где это прочитал? Даю-ка, даю. Это цитатка из контакта, да? Ты где это прочитал? Подожди, подожди, отправь мне источник, где ты это вычитал. Или ты в Википедии нашел в Википедию, в каком-нибудь поисковике нашел первую же ссылку на какой-нибудь там левый, переписывал мне Майнкамп. Мша, подожди, его дед должен подтвердить подлинность. Его дед должен подтвердить. Ой, блин. Где это подлинность? Сейчас, погоди секунду, я внувку, охватку. Я очень любимая... Это в источник мне указать, где-то это вычитал вообще. Читай, товарищ. Вот источник в википедии. В википедии. Не до человек, ваша любимая... Википедия это хуйня. Википедия это хуйня. Ну, понятно. Жиды написали википедию. Должны деды вот таких, как Адлер, писать википедию, а не жиды. Почитай лучше Майнкамп, там более чего указано. А здесь хуйня, если честно. Понятно, я знаю. Так, не за человек. Ладно, я знаю, что я вот это еще не читал, но я обязательно это прочту. Подожди, дай я прочитаю, удостоверюсь. Актуальная история. Истоки расовой дискриминации славян в третьем рейхе, потом почитаю. Правильно, евреев, цыган. Славян, это уже славяне не относятся. Это уже, считай, выдумка жидов. Это все хуйня. Ты можешь почитать Майнкамп? Он там от своей руки писал, что я отношусь к русским и славянам. А ты немецкий язык хорошо знаешь? Блин, заглючило что-то. Да? Нет? Нет, все нормально. Нормально? Так, товарищи, друзья, вы на связи? Да, да, мы на связи. Не, ну, мы с тобой, да. Адлер? Андрей, Эрик. Эрик, ты здесь? Да. Так, Эрик, хорошо слышно. Андрей? Андрей Адлер. Да, я здесь. А, все, прошу. Глюки. Так, значит, на чем мы остановились? Просто, куда ни ткнешься... Насчет знания Адлером немецкого языка. Он несколько раз... Подожди, дай я дочитаю, дай дочитаю, что ты мне здесь... Давай, а потом ответь насчет знания своего немецкого языка. Я тебе уже сказал то, что средний знаю. Ну, то есть, достаточно для того, чтобы прочитать Майн Камп в оригинале. Думаю, да. Думаю, да. Раз ты занимаешься, значит, ты не читал. Думаю, да, это значит, что он его не читал. Да, как минимум. Значит, ты тоже читал переводы. А вдруг они жидовские? Я читал, я читал переведенный. Я читал оригинальный, но переведенный. Оригинальный — это только на оригинальном языке. Читать Шерест-Пиром в оригинале — это читать его на английского. Да. А переведенный — это уже с точки восприятия переводчика. Потому что некоторые фразы можно трактовать по-разному. А с точки зрения идеологии, по-моему, там нужно все-таки, наверное, точно все воспринимать. Если особенно ты трактуешь это беспрекословно. Поэтому учи немецкий. Мой совет тебе. Да, если уж ты настоящий. Я знаю немецкий достаточно. Я знаю немецкий достаточно. Ну, тогда позор тебе, что ты не прочел «Майн камф» на немецком. Зато он слушал «Рамштайн» в оригинале наверняка. Ну, это да. Нет, у них есть более интересные песенки, как называется. Хоррор... Блин, у меня даже с моей картавостью «Р» вообще за... Хорророк рэп, блин. Хорророк рэп? Ну, там... И весь. Там... Жесть. Главное, везде голоса изменены. Боятся. Обоснуй то, что голос изменен. У тебя что-то не уснуло. Ну, такого тембра... Такого тембра не может быть в реале у человека. Чувствуется компьютерная обработка голоса. Блин. Андрюша, ты глючишь. Адлер, который. Причем не связь у тебя глючится, а ты сам глючишь. Волгоград. Блин, такой великий город. Волгоград. На самом деле. Там такая большая статуя победы Советского Союза. Родина-мать. Да, Мамаев Курган. Да, Мамаев Курган. И в то же время там обитают такие странные личности, как Андрей Адлер, которые даже не могут толком обосновать. О, пропал. Эрик, ты здесь? Да, я здесь. Так, вот Эрика слышно вообще идеально. Эрик, ты здесь? Да, забавный диалог. Ты здесь? Да, я здесь. Он только слушает. Эрик, скажи что-нибудь в защиту товарища Андрея Адлера. Ты ведь его единомышленник, как я понимаю. Сейчас ты выглядишь как наш, скорее, единомышленник, потому что ты ни разу за него не уступился. Это как будто пилюх был. У меня это бывает. Эрик. Сейчас я просто слушаю. Ну, а почему что просто слушаешь? Неужели ты не хочешь как-то... Подожди, стой, стой, подожди. Андрей, подожди, мы сейчас с Эриком разговариваем, давайте будем как джентльмены. Выслушаем Эрика. Твоего друга, между прочим. Эрик. Ну давай, я слушаю, в общем. Эрик, скажи что-нибудь в защиту Андрея Адлера, ты ведь его единомышленник. Обоснуй как-то его тезисы, которые он высказал. Возможно, мы где-то, Сэмша, неправы в чем-то. Может быть, Эрик, действительно какую-то важную такую, очень адекватную мировоззрительную позицию высказывать. Просто мы пока остановились на том, что ветераны-хуесосы, потому что они воевали за Россию. Все, и на этом как бы вот все застопорилось. Вот, просто может, да, действительно какое-то новое зерно истины ты привнесешь. Он вам все уже обосновал как бы. А, Эрик, неужели нечего больше тебе добавить как-то? Как-то расширить его. Я тебе сказал ветеран, я тебе раз не так сказал, я тебе в ответ на то, что ветераны-хуесосы, потому что, блин, наш... Андрей, пожалуйста, мы сейчас с Териком разговариваем. Андрей, который только что вам сказал, они обрекли как бы Россию на рабство у этих жидов-ухачей. Услышав высказывание Эрика, я неизбежно для себя сделал умозаключение, что такие люди, как Эрик, просто не имеют своей точки зрения. Они зомбируемые более харизматичными людьми, такими как Андрей Адлер. На самом деле, во многом общение... Андрей, наверняка, да, наверняка является одним из таких людей, который зомбирован еще более харизматичным лидером. И ничем более. Потому что мышление, вот как правило, когда... Знаешь, если бы я на самом деле взял бы, вот прошелся по друзьям Адлера, да, или Эрика, и нашел бы... Я более чем уверен, что разговор был бы вокруг... Не отвечаетесь от всех, блядь. Нет, именно разговор был бы вокруг как раз ветеранов, что они воевали за Россию, поэтому они мудаки, их надо уничтожать. Вот, им... Я тебе сказал то, что они обрекли в рабство наших родов. Ты гелем, что ли, обдушался? Ой, блядь. ЧПДЛ пришли к нам какие-то, по-моему. ЧПДЛ пришли. Ты сейчас живешь в рабстве, нахуй. Твои деды, блядь, рабы. Мало того, что твои деды рабы, они еще и своих правдых делали. Блядь, ты яйца прищемило, что ли? Чего у тебя такое, блин? Масяня, ты уже не тренд. Че с голосом? Масяня пришла, по-моему. Подожди, подожди. Тихо, рюндель. Подожди, подожди. Давай, давай, давай. А че не так, че не так с моим голосом-то? О, все, у тебя нормально. О, у тебя просто как будто яйцо немножко защемило. У тебя... Как будто гелем обдушался, я не знаю. Сулом прищемило, наверное. Вот поэтому по поводу рэпа я говорю, что вы постоянно голос изменяете, как будто вы боитесь, что вас... Ну ты обоснуй, ты обоснуй, ты обоснуй. Я тебе обосную. Вот слушай меня, я тебе обосную. Такого. За 28 лет... Привет, подожди, подожди секунду. Подожди секунду. Сейчас я тебе скину ссылку на этот трек. Трек? Да. Сейчас будет... Блин. Сейчас. Я клевый, кротовый, маучик. Ты можешь вывести за тот базар? Ты говоришь то, что я якобы изменил голос. Хотя я ничего не менял. А можно говорить не вывести за базар, а как-то нормально? Да, пускай. Ну ладно. Мне даже это знаешь так. В мире животных своем. Сделаем скидку на уровень инстинлекта. Давай скидывай трек. Во. Сейчас. Немножко. Я уже скинул. Аргументируй то, что я изменился в игол. Записал. Чувак, очень толстый троллинг. Мы не будем на него реагировать. Извини. Как из подвалов. Атмосферу вражь. Заворвлены куски мяса кидают на пол. В моих ладонях лишат ваши никчемные жизни. Кто-то просит ващадокового-то. Тошка. Устросикана. Во мне нет человеческой чувства жалости и несострадания. Запопляет ваше мучение и предсмертной охоте. Покрин заварен. Да я не расстраиваюсь. Ты не заберешь ерунки-ноги. Я здесь спала. Ты моя очередная жертва. Ты увидел мою тень смерти. Ты должен ее ненавидеть. Блять, еще лупить. Блять, вообще ты все сразу нахуй. Да. Чем тебе жена-то не хотел, ты так про нее высказываешься? Да знаешь, я могу про кого угодно так высказать, даже про собственную мамку. Потому что я не морал фак, и мне похуй что-то там подумаешь, что-то скажешь. Ну, во-первых, мне тоже похуй на мамку, потому что она в гробу лежит. Заебись. Я б вдул. Конечно, ты же не крофил ебать. Ясно. А ты как думал, мой сладкий? Я еще гей, я еще к тебе приеду, тебя нагну и трахну в попку. Не, я не буду трахнуть, у тебя попка в виде свастики. Я не буду туда трахнуть. Смотри, чтоб тебя первые дырки твои не разорвали, блять. Че ты ебать, дерзишь ты, сука? Че ты, блять, дерзишь мне, ебать? Бибарен, блять, я блять. Звали ебало свою, блять. Адлер, ебаный, блять. И этот человек говорит, что он и быдло. Во, они все меняют голоса. Значит, слушай, ты меня удивил. А то есть быдло, блять. Ты меня удивил. Я вот нахуй поражаюсь, я вот, блять, поражаюсь нахуй. Он сейчас то, что скукарекал, он еще говорит, что это я быдло, блять. Вот он и является этим как раз быдлом. Слушай, а если бы у нас такие были бы у страны, то есть такие у нас были бы у страны, как Андрей Адлер. У нас же, наверное, все бы так разговаривали. Ну да, наверное. Ты какое вообще будущее Андрюха Адлер видишь для страны? Чтобы все вот так вот с детства с калашами против друг дружки носились. А что тебя не устраивает в моем диалоге? Что тебя не устраивает-то? В том, что даже когда у тебя что-то не получается, когда ты что-то вообще обращаешься, везде идет оскорбление. Вот у тебя был глюк скайпа, который ты сам признал, и ты пишешь в чате, хули кикнули. То есть ты сразу уже как агрессию к себе воспонимаешь. Тебя обижали в детстве много? Нет. Видишь, как он загрустил. У него было очень трудное детство. Не, на самом деле, Мша, наверняка, у него было действительно трудное детство. Мы сейчас смеемся, а на самом деле, наверняка, так и было. Ну да, давай не будем дотянуться. Ну, запустим, я написал, хули тебя именно, что не устраивает-то? Ну, потому что тебя никто не кикал, это был просто глюк скайпа, а ты ни в чем не разобравшись, начал обвинять нас косвенно, якобы мы тебя кикнули. Хотя тебя никто не кикал. Подожди ты, как я понял, ты рассчитываешь на такой адекватный разговор, ну, хуй тебе, блядь, врыл, это не достоин его. Нет, знаешь, если даже мы с тобой стоим по обеим сторонам фронта, надо уважать друг друга. Понимаешь, в чем дело? Мша, я думаю, ему бесполезно что-то объяснять, потому что у него уровень интеллекта примерно 15, он просто всех унижает. Он, видимо, знаешь, живет в каком-то таком бараке. Мы все поняли, подожди, мы уже все поняли. Сила, силы, погонять силой. А что у меня, прости? Не нужно тут в лишний раз это рассказывать. Ну, я почему-то больше чем уверен, что если мы выложим это видео, то будет реакция строго обратная, потому что ты активно доказываешь свое... Не то, что непревосходство, а низвенность по сравнению, допустим, с нами, потому что мы с Мша с тобой разговариваем в парне адекватно. Конечно, да, иногда потраливаем, потому что, ну, сам Бог велел тебя потроллить, потому что всегда приятно потроллить какого-нибудь тимбецила вроде тебя. И ты все время бычишься, как ты пытаешься выезжнуться, якобы, ты такой тут, не знаю, там... Троллинг, если честно, у тебя убогие нахуй. Это называется троллинг, что ли? Например, вот таким голосом. Подожди, мы твоего... Нет, подожди, мы твоего друга, она вот только недавно, вот буквально два дня назад, вообще свели ебальником Парашова. Он даже не мог, он даже не мог, блядь, аргументировать за свой базар, молчал как, блядь, пробка. Не, ну, понимаешь, что... Подожди, смотри, если ты сомневаешься, мы можем скинуть. Мы можем скинуть этот разговор. Хотя я с ним один разговаривал, там Вервульфов практически не было. Я с ним наедине разговаривал. Я думаю, что ты уже вырезал. Ты уже вырезал все моменты, где ты немножко прокалывался, где тебя Вервульф корректно поправлял, поэтому я не думаю, что это будет адекватно. Я ничего не вырезал. Вот сейчас, 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 конечно, конечно, ничего не вырезал, все вы так говорите. Сейчас мы сейчас разговариваем более подготовленные, сейчас мы все записываем друг дружку, и поэтому никто никому ничего не сможет сказать. Но, между прочим, я тебя тоже записываю. Замечательно, но, по крайней мере, у меня тоже оригинал будет. Не могу ты сделать нормальный голос. Не вот этот голос Чупа и Дейла, а нормальный человеческий голос. Без эффектов. Мы верим, что ты умеешь пользоваться этим, но, тем не менее. Voice Morpher, если не ошибаюсь. Тебе вообще какое дело до моего голоса? Ну, ты сейчас просто как петух выглядишь в глазах зрителей. Ты что-то ныкаться начал, бегать. Потом будешь доказывать, что это не ты говорил, потому что... Ну, уже поздно, понимаешь, мы записали твой оригинальный. Возвращение лично не имеет никакого, какой у меня сейчас голос. Ты просто потом сольешься, скажешь, что это был не ты и так далее, потому что ты чувствуешь, что ты уже начал куда-то в яму падать. Ну, он уже никуда не сольется, потому что уже оригинальный голос записан. Ну да. Да. Падать ниже некуда. Когда он упал на днище, когда я упал на днище. В общем, знаешь, переубедить тебя... Подожди, ты сейчас... Подожди, Андрей не Федов. Ты типа сейчас утверждает, что ты меня слил? Нет. Ты сам себя слил. В этом очень большая разница. Каким это образом я себя слил? Ну, например, тем, что ты даже не понимаешь, каким образом ты сам себя слил. Избытком мата своего. Это очень прикочное глубокое падение. Просто на самое... Ты понимаешь, Если кто-то упадет на днище, ты постучишь ему снизу и скажешь, не шумите тут. Я уграл шутку у Хованского, но она очень уместна в этом месте. Да. Интересный диалог. Конечно. Насыщенный, скажем так, некоторым негативом, особенно с той стороны. Я хотел сказать тебе, что, Андрей Адлер, тебе, наверное, тяжело живется среди русского быдла. Я не знаю, какого фалоса ты забыл в Волгограде. В Кёнигсберге, в Калининграде, конечно, уже тоже делать нечего. Там мало что осталось. На могилу Канта можно сходить, хотя ты, как сказал, философию не любишь. Тебе вообще какое дело? Где я сейчас проживаю? Откуда человек с таким голосом может знать слово философия? Ну да, но он сам признался, что он не философ, как он мне написал в ВКонтакте. Не философ. Ну я знаю. Да. Да, поэтому так. Я сомневаюсь. Я не знаю, где ты даже... Был ли ты в Калининграде после рождения? Наверное, тебя сразу везли в Волгограде. Хотя Волгоград хороший город. Без понятия. Как ты там получился так? Тебя, наверное, дед воспитал и отпустил смуту наносить. Подожди, тебя волнует сейчас, как я там очутился? Нет, никого не волнует секс наркоманов. Ты за себя отвечай, ты петух. Подожди. Няшный, ты за себя вообще отвечай, петух. Ого. Понеслось. А у тебя сейчас три повозки надеты Adidas, нет. Не, на самом деле, очень смешно, когда человек с голосом ЧПДЛ говорит, что голосом петух. Как же четыре полоски? Чувак, это фейк. Четыре полоски не то. Ты должен быть чё так. Просто обычно, как ты разговариваешь, обычно такси губа подходит стремнуть, чтобы потом отпиздить. И вообще, ты сейчас понял, чё, не стынь. Я понял. Ты по-моему не понял. Мы же запоняли один ты только не понял, чувак. Чувак, ты гопник, просто последний, последний гопник. Единственное, кто не понял. Нет, ты блядь. Нет, где ты гопник, этот гопник, этот петух? Вот, который состоит с этим, с рожками. А, пузяк. А, у меня сейчас есть голос, он таким и останется. Вот таким уебанским, а нормально. Подожди, что тебя не устраивает? Не устраивает, что он как у какого-то нашкодившего школьника, прячущегося от скайпа. Ты просто потом скажешь, ты потом скажешь. что я школьник. Нет, 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 чувак. Нет, Андрюха, не Федор, погоди. Нет, чувак. Ты ссыкланды Андрюха Адля. Знаешь почему? Потому что ты сейчас голос его изменил, чтобы потом не выдавать, что это ты говорил. Ты потом скажешь, что это какой-то другой там говорил, блин, младший брат засел или еще кто-то там кошка погиздела. Адлер изменил голос просто. да. Я предварительно говорю то, что я ссыкланды. Ты ссышься, ты нас боишься, ты нас боишься. Эрик Вальтер сегодня переписывал. Кого, тебя столь, петуха столь, блядь, не смеши, а? Вот, вот, боится. Это признак, агрессия, агрессия, это признак боязни. Собаки, собаки тоже гавкают, когда боятся. Собаки тоже гавкают, когда их зажимают в угол. Эрик Вальтер, тоже Андрей Адлер. Эрик Вальтер сегодня сказал, я его спросил, как ты живешь в обычной жизни, как ты ходишь? Он мне ответил, что он не ходит, он не ходит, не орет, не орет на каждом шагу, потому что русское быдло, мол, замочит быстро. То есть, русское быдло в плане того, что мы адекватные люди, мы понимаем, что ветеранов и пенсионеров надо чтить, а не арматурой накалывалось и наголо. Именно чтить надо. Причем, поэтому мы русское быдло. Это моя точка зрения. Это твоя точка зрения. Нет, это зрение нашей страны, а вас мало. Вы ныкаетесь по углам, делаете фотосессии с калашами и так далее, но вы никогда в жизни не выйдете на улицы, потому что вы просто... Гораздо больше. Просто боитесь. Больше. Потому что я быдло агрессивно. Блядь, сегодня что, клуб дегенератов, что ли? Ой, блин. Давайте Андрей Адлер это чип, а Эрик Вальтер это Дейл, короче. Вы спешите на помощь русскому населению, я так понимаю. Да я даже боюсь представить, кто мы. Супергерой страны. Котов стопус. Котов стопус. Ой, блин, ладно. Да. Так что... Дорогие слушатели, вы только что услышали, Мы что будем с тобой делать, блядь? Неострый. Чувак, помолчи. Что будем с тобой делать? Помолчи, устный насталый даун. Вы только что услышали, как выглядит... Тобой вообще никто не говорит, ебарый, блядь. Как выглядит среднестатистический... Это нацисты, ребята. Да. Я не в принципе... В принципе, если это национал-социализм адекватный, я не против него, но вот то быдло, которое мы сейчас с вами услышали, оно дискредитирует национал-социализм, и дискредитирует ветеранов, и вообще все дискредитирует. В принципе, хомо-сапиенса, самого по себе, оно дискредитирует. Это просто два умственно-отсталых дегенерата, которых мы только что услышали. Так что, как минимум, да, нацизм не должен быть таким, каким он представлен, ну, как минимум, вот, Андреем Адлером. Тебе отлично характеризовал, блядь. Не спорю. Андрей, хватит себя характеризовать. Мы твой голос гаечки уже услышали. Я думаю, дальше с ними говорить не о чем. Гаечка, какая у тебя резьба? М600. Ладно. Так, что будем с тобой делать? Не ошли, блядь. Ну давай, давай, что ты скажешь? Ну, сделай что-нибудь, я уже не знаю. Не, знаешь, в рамках интернет-разговора это все смешно очень звучит, но что ты сейчас со мной сделаешь? Подожди, давайте кто-нибудь один говорит, поэтому, блядь... Давай я. Раз разговор ко мне, раз разговор ко мне, давай я. Кто-то из вас, кто-то из вас один говорит, блядь. Андреюш Адлер, я уже один говорил, проснись и пой. Значит так, в рамках интернет-разговора все это, конечно, смешно, бряться не оружием, на самом деле это так-то ничего не будет вряд ли ты ко мне поедешь вряд ли я к тебе поеду никто к никому не поедет я не собирался даже к тебе ехать ну понятно 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 чего ты взял стоя блять кому ты вообще нужен кому ты нужен вот именно кому-то действительно нужен стрелочник епучий стрелки метает поэтому что я тебе могу сказать что ты со мной можешь сделать но ты мне можешь черный список занести я расстроюсь очень подожди черный список во-первых удел петуха и петух я тебе предлагаю я тени заносил я в черный список во первых это что ты сможешь со мной сделать что ты хочешь со мной сделать ты хочешь мне арматуру в глаз воткнуть он хочет и письку отсосать по-моему судя по его голосу он подъехал я боюсь как бы она брать и письку сосать это удел твоей матери охуеть отлично просто класс пошутил просто охуеть король шуток я сильно заговорю сосать письку это удел твоей матери хорошо сосать письку это удел моей матери спроси подожди спроси спроси у нее она тебе это она мне уже сказала пиздец ты меня затроил я щас расплачусь что ты ему хочешь со мной сделать мне очень интересно андрюша дам не знаю тебе а то есть мне решать да он уже даже не знает лишь какой-то что нужно дать ума наказание не придумай суши но знаешь сосать у меня член уже есть кому предложение этим предложение эрик вальтер пикните этого эрика вальтером по моему хуесос подпездыш этого аддеры никакого с него толков он вообще никто нищик мшаке к него пожалуйста да не опускаю а потому что он никто понимаешь он сидит молчит он реально никто он никчемен просто просто отброс общества андрей адлер а ты за всех говоришь даже сказать ничего не может за него говорить потому что никто никто никчем просто кусок ничего амеба я так понимаю андрея даже не возразит эрик давай подруги что-нибудь ну-ка видишь не возражать он смеется кикайте его да а смеются всегда кстати когда унижают амебу она всегда смеется о май гад эти веселые голоса это просто какая-то короче на как говорится люди оставайтесь самими собой значит что мы из этого разговора вынесли что мышление вот таких вот националистов представленных андреем адлером эриком вальтером этими вот девочками там есть какая-то кронина какая-то там тетка которая сигнами сигнами ветераны там сосут и так далее оно все обосновывается на том что и а их обидели мышек обидели в норку написали что мы победили гитлеры не дали немцам счастливое будущее нам дать то есть они оперируют только этим фактом факт признание мировой истории они отвергают тем что ее переписали жиды убедить этих людей абсолютно не в чем потому что они узко обы твердо обы узконаправлены скажем так в своей ненависти подожди если ты не согласен с моей точки зрения абсолютно не согласен с твоей точкой зрения о чем я тебе и говорю говорили как говори ну прониной но странице этой же прониной которую ты упомянул курикает куча разных так сказать еды воевалистов действительно нельзя переубедить понимаешь человек понимаешь эрика нас тоже нельзя переубедить потому что я чту я чту ветеранов я уважаю я преклоняюсь перед ним рослое спортивное неприятное время вот это анекдоты для них видишь вот тот ничего если не до нас веселит вашего последства короче чувак себя опозорил конкретно слушай только говорю толькоOY COLDK ein к Poiding в только в рамках вашей маленькой агрегации только вы Ты сам себя, в общем, чувак, опозорил, только, знаешь, мне насрать на твое мнение, насрать на мнение Эрика, насрать на мнение вот этой Прониной, насрать на мнение всех ваших хуесосов. Короче, мы с вашими точками зрения никак не сойдемся, как я понял. Мы просто, понимаешь, если бы ты был более адекватный, если бы вместо тебя был Эрик и тот же Вервульф, если можно было поговорить без вот этого постоянного хуесошения с вашей стороны, если бы не было вот этого беспрекословно... А хотя ты с таким ухердием, блядь, два дня пытался, блядь, мне как-то мозг выебать ВКонтакте, чего ты вообще добивался? Ты мне два дня писал, блядь. Я добивался именно вот этого, чувак, что ты сейчас делаешь, что ты сейчас усираешься в скайп передо мной, перед Андреем не Федовым, что это все идет... Я не высираюсь. Нет, именно высираешься, дорогой. Ты высираешься. Достаточно того, что ваши голоса изменены под голоса писающихся кипятком девочек. Нет, подожди, подожди, тебя смущает что-то в моем голосе? Ну, допустим, он изменен, что дальше? Я не люблю разговаривать с человеком, у которого одеты солнцезащитные очки, потому что я люблю смотреть в глаза. А мне, подожди, а мне бесит твой картавый голос. Почему ты картавишь? Мне бесит твой картавый голос. Фишка детства, но это моя особенность. Кардавый голос лучше, чем голос девочки-педофилки. Это моя личная особенность. Ошибаешься, картавый голос больше бесит, чем этот. То есть, если ты ходишь, и у тебя одно... Если у тебя одно яйцо зажато гирей... Если у тебя одно яйцо зажато гирей... То есть, это нормальный, да, голос? А картавый, это уже не такой нормальный. Ну, понятно. Слушай, ну, не ты единственный, на самом деле, кому не нравится, но мне абсолютно срать просто с весызок и колокольня. Это чисто моя особенность. Срать, блядь, срать, сука. Когда девочка говорит... Когда девочка картавит, это еще смешнее. Блин, на самом деле, я до этого разговора гораздо лучше относился к национал-социалистам, чем сейчас. Теперь я вижу просто, что это какие-то петухи, которые голоса подтелок делают. И думать, что они охуенно нас затралили. Пиздец, придурки, блядь. Человек весь интернет это увидит, вы понимаете? Вы просто опозорили себя на весь интернет. И теперь, чем... Да, именно на адрес. Ты себя, ты себя, подожди. Во-первых, стой, стой, ты себя, подожди, тихо, тихо, стой. Солоновая машинка. Подожди, ты себя сам обосрал тем, ты себя, ты себя сам обосрал тем, что уважаешь этих дедов, блядь, чтишь. Яйца. Это только перед тобой. Перед тобой, перед Эриком, перед Прониной. Перед всеми, блядь. Перед всеми тёлками с интернета, вот этими тёлками картавыми, перед всеми мы обосрали себя, да, действительно. Перед вот этими чипами ADN. Вас на всю страну пару тысяч наберется. Подожди, ты чувствуешь, я так понял, ты чувствуешь себя таким известным, но на самом деле ты никчемный хуесос. У тебя только страницы распиарены и не больше, блядь. Я вообще никто, по сути, не знает. Да я вообще никто, да. Так и есть. Все мы никто в этой вселенной. Страницы распиарены, это ничего, поверь, не значит. Я даже не отрицаю, вообще никто. Ты просто останешься, ты родился пидарасом, таким и будешь, блядь. Да, да, именно так. И это мне говорит чувак с измененным голосом Чипа и Дейла. Блядь, это пиздец. Просто пиздец. Просто пиздец, чувак, Мша. Дорогие слушатели, Какие-то, блядь, причины выискиваешь, какие-то причины, блядь, вообще. Подожди, ты какие-то неуместные причины выискиваешь, хотя они вообще не в тему. Чипа, чувак, не говори, пожалуйста. Просто не говори, ты уже все. Ты уже слился просто до самого днища. Больше можешь вообще... Либо измени голос, либо просто помочь. Ай, тебе да, мать. Давай промать, працапушки, прабабушку давай. Про кого еще скажешь? Про кого ума хватит? Ну давай. Я тебе просто говорю то, что... Нет, я просто говорю, что... Ты утверждаешь, что я слился. Ты слился до конца. Ты слился перед всей страной. Ты слился перед всей страной, которая уважает ветеранов. Ты всей страной, блядь? Ты че, дурак, что ли? Ты вообще... И вы еще, блядь... Настолько дегенерат Андрей Нефедов, блядь. И заодно я еще. Из мозга и, блядь, дегенерат, сука. Да вообще пиздец, блядь. Ну да, это абсолютно уже не переломится. Короче, можешь, да, выкладывать это видео. А мне интересно, на что рассчитывает Андрей Адлер? Ты рассчитываешь на то, что сейчас люди это посмотрят и скажут, что я дебил? Мне кажется, они сейчас посмотрят и скажут, что Андрей Адлер, полный дегенерат. Вот я... Знаешь, почему-то... Такие же, да, подожди, такие же петушки, как ты скажут. Ну, таких же, скажем так, несколько сотен тысяч петушек. Таких 99,9%. А вас единицы, у вас там, ну, пару-тройка тысяч там по стране наберется. Те, кто потрясают яйцами, что-то орут там в интернетах. Эрик Вальтер мне сегодня говорил, что он каждую... То есть, если ты этот выхер выложишь, блядь, ты меня чем-то, блядь... Я знаю, что тебе, я знаю, что тебе насрать. Здесь, здесь дело не в этом. Здесь дело не в том, что как-то тебя задеть или Эрика. Здесь показать, в чем суть национализма, представленного в стране Россия. Вот. А ты полностью раскрыл, ты показал, что это вы обыкновенные бадуаны, которые узким кружком насмехаются над чем-то, а сами нихрена не могут. И только можете, что, поливать грязью в окружающих. Вот и все. Ты раскрыл полностью суть национализма. Знаешь, в Германии, в Германии... Подожди, еще один вопрос. В Германии ты в печке грелся бы уже давным-давно. В Германии ты уже в тепле была бы. А ты антифа, как я понял, ты антифа, да? Нет, не антифа. Я обыкновенный гражданин Российской Федерации. Я даже более... Я не антифа, я даже в некоторых вещах одобряю... Ну, судя по своей логике... Подожди, подожди, стой. Судя по своей логике... Дай я скажу, дай я скажу. Судя по своей логике, ты соответствуешь антифашисту. Нет, знаешь что, не антифашисту. Я знаю, что Андрей Нефедов хочет сказать. Я предугадываю. Я даже в некоторых вещах одобряю взгляды национал-социалистов... В районе Чурок, в районе Чурок, скажем так. А подожди, как ты воспринимаешь взгляды национализма? Как ты вообще воспринимаешь их? Можешь мне перечислить? В целом я воспринимаю их положительно, но когда я вижу, какие люди есть в этих рядах... Вот, например, ну ты, как я понимаю, как представитель этого национал-социализма, вот Андрей Адлер... Когда человек звонит мне нормальным голосом, потом вдруг пострит разговор и меняет голос на голос Чип и Дейл... Мне становится очень грустно за национал-социалистов... Ты понимаешь, понимаешь, я бы сейчас... Ты подожди, подожди, я бы сейчас сменил, да, голос. Он сам меняется, это ебучая рыбка, я ничего, блядь, не могу сделать. Я могу, конечно, изменить, блядь, но мне придется лишний раз выходить со скайпа. Ну да, я также примерно отмазывался в пятой группе детского сада. Подожди, подожди, я лично не отмазывался. Подожди, 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 подожди. Да иди ты нахуй, долбоев. Ладно, поговорили. Значит, по поводу... Сливайтесь, что ли, так быстро, подожди. Мое мнение относительно... Да погоди, Адлер, не сливайся. Разговор еще нихуя не окончен. Адлер, не сливайся. У меня еще целых 20 минут есть. Замечательно. По поводу национализма, значит, у меня мнение несколько другое, но в любом случае каждого человека свое мнение. Национализм предусматривает господство только одной расы, а наша страна многонациональна. У нас, в конце концов, есть всякие венки, ненцы и так далее. Знаешь, я не думаю, что ты против них. Тебя на них просто глубоко насрано. Ты против конкретно чурок и против... Нет, подожди, подожди, я против, да, я против чурок и... Ну, ветеранов. Ну, вот тебе там эскимосы, я думаю, тебе по барабану. Подожди, ветеранов, ветеранов, ветеранов. Ну, они сами сдохнут со старости, блядь. Я против хачей. Тебе вообще, тебе вот, Нефёдов, нравится то, что сейчас как бы присутствие хачей в России? Тебе нравится? Нет, не нравится. Разговоры-то пошли от ветеранов. А я же сказал, что я согласен. Я же сказал, что я согласен. Ты, видимо, не очень слушал хорошо. Я сказал, что я согласен с некоторыми... С некоторыми аспектами, с некоторыми аспектами социализма. Мерфон лагает, из-за этого я не слышу нихуя. Настрой там, покопайся у себя или из жопы вынь. Ну, да, 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 да. Да, 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 так мы все поверили. Мшан? Я тебя замечательно слышу. Значит так... Не знаю, не знаю, я тебя хуёво слышу. Ты меня хуёво слышишь? Чудесно. Частичные, частичные лаги. Даже Эрик Вальтер подтвердит. Слушай, ну когда... Когда у тебя были лаги, мы терпеливо ждали, а видишь, ты как бы сразу быдлить начинаешь. Значит, по поводу... Изначально что пошло? Изначально пошло, что ты начал хуесосить нас из-за ветеранов. Теперь мы... Изначально пошло то, что ты мне в личку начал срать. Из-за своих ветеранов ты меня не... Дорогие слушатели, вам представлен принтскрин того, с чего началась наша замечательная беседа. И... Та-ра-та-та, не отмажешься. Да. А изначально что ты сделал? Правильно, напомни, пожалуйста. К моему посту Добромёта ты написал негативные комментарии, которые заставили несколько ошарашиться ребят, которые там находятся. Я эти комментарии удалил. Подожди, что тебе мешало ограничить комментарии? У меня комментарии стоят... Разве не знаешь об этом? У меня комментарии стоят друзья и друзья друзей. Бля, ты уже задрал с этим Чип Эдейлом, нахуй. Да, ты Чип. Потому что ты Чип. У меня стоят... Я что хочу, то и ворочу. Дело не в этом. Знаешь, я рассчитываю на адекватность взрослых людей, а тебе сколько? 23-24 года? Я никогда не думаю, что... Нет, мне 21 год. Мне 21 год. О май гад. 21 год. Хотя нет, ты уже можешь доводочку пить. Так вот. Не говори, Андрей Нефёд, ты такой пиздец, долбоёб. Я рассчитываю на адекватность человека, который у меня сидит на странице. И когда мне начинают писать, что нужно арматурами там прокалывать ветерану черепа, знаешь, я... Или что ты там писал, я уже не помню. Я несколько обалдеваю и, конечно, пишу, что человек это пиздец полный. Вот. И после этого я выслушаю, что я петух, выбледок и так далее. Понимаешь? И ты сразу как бы поставил себя в какие-то рамки в моих глазах. Я уже понял, что другого я тебе не добьюсь. Мне стало интересно, смогу ли я увидеть тебя с других сторон каких-то. Подожди сейчас, секунду. Подожди секунду, я отлучаюсь пока. Ну вот, все подсать начали. Буквально на одну минуту. Давай, давай, быстренько, быстренько. Сейчас, подождите. Давай. Он будет стать тоже звуком Чипа и Дейла. Эрик, скажи что-нибудь, сексуальная тёлочка, Эрик. Шалава, скажи что-нибудь. Ну что ты молчишь, Эрик? Я бы тебя вдул, ты такая классная. Скажи что-нибудь, пожалуйста. По-моему, Эрик боится лишнее слово сказать. Это типичный петушара, Эрик. Просто никчёмная амёба. Петух. Генетическим... Он ещё что-то говорит про генетический мусор, хотя сам является таковым. Да, Эрик? Эрик, возрази, пожалуйста, нам что-нибудь. Нет, Эрик не хочет. Ну ладно, давай с тобой, Андрю, поболтаем. Значит, что в итоге? Как тебе этот разговор? Не расстроился, что я тебя дабы пригласил? Не, я посмеялся, так было весело и задорно. Ну я говорю, вот вообще за всё вот это сколько... На самом деле, я немножко расстроился, потому что я всё-таки рассчитывал, что наши национал-социалисты более адекватные, они как какой-то кусок говна. Ну, нам попались. Ладно, поздравь меня, я сегодня полгода как ВКонтакте. У-ху! Конгратулейшн! Да, на самом деле, к чему я сказал, что я полгода как ВКонтакте? Сейчас посмотрю. У меня 1163 диалога за эти полгода и 43900 одно сообщение. Всё, я здесь. Вот, и я, конечно, такого насмотрелся, но вот что сейчас происходит, я ещё, конечно, не видел ни разу. Так, сейчас у меня голос нормальный? У тебя нормальный голос? Малти, господи, нормальный. Молодец, спасибо тебе, спасибо тебе, дорогой. Вот это отлично. Это просто отлично. А то глюки там какие. Ну вот и всё. Вот и замечательно. Осталось только Эрику не... Так что, не Фёдов, не Фёдов, будешь нас пиарить? Это пиар, да? Конечно, буду. И да, мы даже айдишники скинем. Подожди, 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 ссылочку на страницу не забудь указать, ладно? То есть, вам нравится, когда у вас рут? Я 4 тысячи рублей, и я укажу её. Ты же собирается вкладывать видео, где Андрей Адлер ведёт диалог с самим Андреем Нефёдовым, ебать. С самим признаёшься. Самим? С самим? С самим? С королем, королем, блядь. Ну, петушком, ну, простите, немножко ошибся. Залупа ты конская, блядь. Ты не забудь ты ссылочку указать, блядь. То есть, слушай, а у тебя что, Садамаза такое? Я не знаю, Адлер, ты будешь это выкладывать? Да, я буду это выкладывать. А, ну, тогда я не буду, я не буду выкладывать, пускай МШ выложит. Да. А я сделаю просто репост у себя. Ага, хорошо, я до дома доеду, там уже вставлю картинки соответствующие. Чего, дядь, Адлер, заткнись, заебал, реально, дебил. Да, МШ, ну, окей, да. Да, я доеду, но это уже вечером сегодня, пока дневная смена заканчивается. Вот, значит, Андрюх, Адлер, который, мне очень печально, что ты показал себя с этой стороны. Ты пытался матами выехать, силой матерной пытался выехать, выжать свою правоту, но, как ты понимаешь, ничего не вышло. А ты рассчитывал на адекватный разговор, да? Блядь, опять. Слушай, ну, знаешь, палить друг другом матом ума особо многого не надо. Понять друг друга можно попытаться. Вот я с какой-то стороны тебя понял. Я понял, что и тебя не приубедишь, что у тебя вот это есть отношение. Я понял, что, скажем так, все твои идеологии строятся на придуманных тобой дедах эсэсовцах и так далее. Я не знаю, откуда взялась эта идеология Эрика Вальтера, вот этой девочке Прониной, там у вас остальных. У вас у всех деды воевали, или не у всех, или вы такими воспитались? Нет, подожди, подожди, я могу тебе подтвердить. Ты знаешь вообще такую добровольную дивизию эсэсов в Украине, Галичина? Слушай, я вот слышу, Галичина я слышал. Ну вот отлично, я тебе в очередной раз говорю, что мой дед вот служил в этой дивизии. Твоего деда в попу драли, кто не мог служить в этой дивизии? Нет, ну может быть, ладно, хорошо. Нет, подожди, подожди, подожди. А твой, а твой дед, твой дед ебать в окопах собак ебал нахуй. Что мой дед, прости? Что? Нет, подожди, ты сейчас, ты сейчас, да, вот свидетель Эрик Вальтер, ты сейчас сказал то, что моего деда ебали полку, да, если не ошибаюсь? Ты сейчас, ты сейчас, ты сейчас, ты сейчас перешел, ты сейчас перешел на личность. Ты сейчас перешел на личность опять же. Я бы сказал, что твоего деда драли в жопу, но твой дед-то воображаемый, поэтому как бы ничего страшного. Его же не было на самом деле. А твой дед ебал собак в окопах, и не более, блядь. Это в твоих понятиях воображаемое. Я у него спрошу. Слушай, Андрей Адлер, Андрей Адлер, ты мне в прошлой диалоге спросил, так расскажи, как же воевали деды, да, ваши российские. И потом сам же очень быстро ответил на вопрос, что до хуя они сосали, не воевали. Вот у меня к тебе вопрос, как надо сосать хуй, чтобы дойти до Берлина? Сосали хуй, не более. И они победили. Интеллектуальный ответ можно? Ну да, как дошли до Берлина? Как в итоге победила наша страна? Сосав хуй. Ну, во-первых, у Сталина было массовое войско. Он там на войну отправлял и подростков, и детей. Я тебе уже еще раз тогда говорил в том разговоре в прежнем. Я тебе уже опровергнул тот факт, что Сталин отправлял на войну и детей, и подростков, и жителей. Женщин всех. Хотя гораздо было количество войск, которые он отправил на войну. Хотя гораздо было количество войск. Хотя гораздо было. Гораздо больше. Больше было. Ах, больше? Совет. Да, да. Извини, ты просто это мне сказал. Хотя не смотря, подожди, хотя не смотря на то, что Сталин свои же расстрелял в ГУЛАГе 6 миллионов. Свои же русских. Ну, мы сейчас с тобой не про ГУЛАГ говорим, мы с тобой говорим, как победили. Подожди, подожди, Андрей Нефедов, а вдруг даже твоего деда в ГУЛАГе, блядь, расстреляли, а ты даже не знаешь нахуй. Ну, бля, он вроде живой. Сталин твой кумир, ебать. А кто знает, что ты живой, вдруг ты сейчас пиздишь, ебать. У тебя есть какие-нибудь доказательства? Ша знает, что он живой. Да. Ну, и Ша знает, что дальше, это что, доказательства, что ли? А Эрик Вальтер знает, что мой дед эсэсэсовит живой. Эрик Вальтер знает, что мой дед тоже эсэсэсовит живой, блядь. Эрик Вальтер тоже сосал хуй твоего деда? Нифига себе, у тебя дед жесткий. Стальной член. Твой дед сосал у Сталина, член, блядь. Ну, ладно, это уже... С проглотом опризывал. Ну, ладно, давайте не будем интимную жизнь моего деда обсуждать. Заткнись, тёлка. Давайте не будем обсуждать жизнь моего деда. Знаешь, в чём дело, Андрей Адлер? Количество военнослужащих в армиях Германии и СССР было, конечно, не совсем одинаково, но не настолько, чтобы вот так прям говорить детей и подростков. Конечные года, точнее, скажем так, в последний год войны, в конце 44-го, начале 45-го, под призыв в Германии шли в том числе и подростки, и кто только не шёл. Поэтому я думаю, что в этом плане ты не прав. Немцы изначально были сильны в тактике. Мы в тактике не были сильны. У нас было большое количество ошибок командования, которое привело к практически проигрыванию войны, что нас отбросили до самой Волги. Но Сталинград, как раз твой любимый город, в котором ты сейчас живёшь, прекрасно показал, что мы научились. Подожди, подожди. У вас было просто гораздо больше войск. Гораздо больше, понимаешь? Они подняли всю Россию с колен. Вся Россия работала. Всех, 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 блядь. А кто, подожди, кто дезертировал, того просто-напросто расстреливали. И правильно делали. Им не было. Правильно делали? Предатель, предатель, предав. Хотя в Германии, подожди, в Германии этого не было. Там было добровольно. Кто хочет воевать, подойдёт. Ну там и хиви были, я знаю. Просто, понимаешь, предатель, предав, он предаст ещё раз, как бы он не извинялся. Поэтому правильно делали, что расстреливали. А теперь так. Германия готовилась к этой войне не один год. А стране Россия пришлось вставать на военные рельсы в течение буквально очень короткого времени. Поднимать с коленок на корточки. Переводить всё своё оборудование. Поэтому работы было проделано неимоверно. И плюс ещё исправлять ошибки командования, которые были в начале, в начале, в периоде войны в 41-м году. И то нам удалось победить Чипа и Дейла. Нам удалось победить Германию, несмотря на многочисленные препоны, которые у нас стояли. Поэтому, знаешь, я думаю, что надо уметь так хуй сосать, твоими словами выражаясь, чтобы победить такую великую державу. Манштейн, я не спорю, Манштейн был великим полководцем, да, он многое сделал в этой войне на стороне Германии. Как бы, да, конечно, за ним много побед и так далее. Но даже его одолеть смогли. Всех одолели. И мы победили. Ты, кстати, знаешь, что такое Манштейн? Что, да. Эрихман Манштейн, знаешь? Замечательно. Очень хорошо. Действительно, я этого человека уважаю. Фельдмаршал, фельдмаршал. Я много почитал о нём. Я просто погуглил. Я много почитал, много читал о нём, но ещё осталось до мемуаров дойти. И, конечно, об этом человеке я уважаю. Но, тем не менее, какие бы ни были талантливые командующие в Германии, мы смогли их победить. И где-то, может, это решалось числом, где-то тактическим превосходством под конец войны, где-то техническим превосходством. Германия тоже развивалась. Но, тем не менее, то, что мы воевали за свою страну, то, что вот это поднимало дух. И, знаешь, конечно, не везде это было, как в фильмах пишут, ура-а-а, за родину. Где-то это было менее красиво, где-то было более красиво. Было много некрасивых сцен, это естественно, это война. Не может быть, как в мирной жизни, гламуры и спокойствия. Большинство, подожди, большинство ветеранов, они вовсе-то не воевали. Сравни вот ветерана Афганистана и вот этих вот. Считай, они такой долгий срок не живут, блядь. Ну, слушай, я не спорю, я не спорю. Они, считай, пытаются уступить им место в автобусе. С какого хуя я должен уступать им место, блядь? Да как минимум это пожилой человек. Они, подожди, они за мою жизнь не воевали. С какого хуя я им дожил, а обязан даже уступать место. Даже не потому что нельзя, потому что он старый, да, ему тяжело стоять, как бы, а ты, молодой, тебе легко стоять. Ты же не отличишь человека от 6-го года. А мне, подожди, мне тяжело жить в этой стране, тут сейчас хачи в ней. Ты молодой, ты в автобусе можешь постоять. Стоять-то тебе не тяжело? Многим тяжело жить, я тоже, знаешь, не в этом, Катя, не в роскоши купаюсь. Мне тоже тяжело жить, но я все-таки встаю и уступаю бабушке или дедушке место, понимаешь? Да, вот именно почему, вот Эрик Вальтер написал, почему я должен уступать место за то, что какой-то хуй старше. Почему Эрик Вальтер пишет в чат, а не говорит? Он ссыкливая телка, что ли? Эрик, почему ты не говоришь, а пишешь в чат? Эрик, говори что-нибудь. Эрик, тебе даже твой начальник сказал что-нибудь. Потому что меня затралил нефедов. Потому что реально какая-то ссыкливая телка, которая не может слово сказать, только пишет в чат. Ну ладно, будем считать, что мы втроем, а это неведомый наблюдатель. Подожди, тут нет никаких, тут нет никаких телок. А Эрик Вальтер? Не-не-не-не-не-не, вот этим голосом. Чего? Эрик Вальтер, разли? Телка? Где ты вообще увидел, где ты вообще увидел телку, с чего ты взял? Вот Эрик Вальтер. Это лишь, это лишь, это лишь в твоих подозрениях и все, и не более. Как, не только в моих подозрениях, в подозрениях всех людей, которые это слышат. Каких? Няшного и непедового и все? И всех, кто смотрит это видео на канале. А посмотрит дохуя. Ладно, я думаю, что мои подписчики еще никогда такого количества мата от меня не слышали. На самом деле, я сегодня всю годовую норму выработал. Бесплатный, бесплатный пиар, просто заебись. Ну, я себя на моем канале могу попиарить, в принципе. Да, МШ, вообще молодец. Отлично, укажи ссылку на Эрика Вальтера и на меня. Будь такой благотворительный пиарчик. Тебя укажем, а на Эрика Вальтера не укажем, потому что он... Он молчал, да. А ты, ты обязательно, да, ты окажешься в топе по комментариям. Главное, чтобы не забанили. Ты в прошлом о нашем разговоре удивлялся. Почему у нас нацистов вечно банят? Почему наша страница замораживает? Или это Авервульф говорил? Все такое, да потому что... Подожди, подожди, меня не банят. Меня не банят. Потому что вас... Скоро забанят, не бойся, скоро забанят. Подожди, банят из-за того, что толстые толпы. И все, не более. Ладно. Банят из-за толстого троллинга. Да, толстый троллинг. Ну да, потому что... Я лично вовсе не пытался никого троллить. Мою страницу вообще не банят. Ты просто матом поливаешься. Ясно. Андрей Адлер, дай, пожалуйста, какой-нибудь совет, как можно воспринимать серьезно человека, который изменяет голос под голос телки. Андрей Адлер, не молчи. Дай совет. Он обнище стукается головой. Понятно. Ясно. Все с ним ясно. Все, хорошо. Ты у него лично, подожди, ты у него лично спрашиваешь. Я у тебя спрашиваю. У тебя. Эрик Бальтер за себя отвечает. Ясно. Ладно. Тебя спрашиваю. Разговор, Андрюх, не Федоров. Разговор уже, понимаешь, это можно бесконечно продолжать. Вот. В принципе, суть все выяснили. Суть все выяснили. Ребята. Как я понял, в итоге ты сейчас сливаешься. Ну, у меня смена заканчивается. Мне надо домой ехать. Это тупая, 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 маска не прокатит. Тупая, маска не прокатит. Слушай, знаешь, я с тобой поговорю, я тебе уделил. Знаешь, на самом деле... ЧАС ДВАДЦАТЬ! Ё-моё, да ч... Нет, не верю. Не может быть. ЧАС. Даже если моя тупая отмазка не прокатит в обществе отмороженного Адлера и ему подобных, я не расслаблюсь. Все остальные знают, что я работаю. У меня есть некто свободное время. Да, ты сейчас, если не ошибаешь, изменишь этот разговор, ебать. Ты кому рот-то затыкаешь, петух? Тебе, Гаяч. Вот на этой теплой ноте и попрощаемся. Андрей Адлер, я советую тебе... Ты работаешь или учишься? Подожди, подожди секунду, сейчас. Андрей Адлер, ты работаешь или учишься? Сейчас. Сейчас забожу. Ссылочку тоже не забудь указать, в общем. Ты работаешь или учишься? Пошел ты. Ты работаешь или учишься? Подожди, тебе какое вообще до этого дела? Мне интересно, кто ты в этой стране. Может, ты просто... Вообще, ты даже ходишь там у бабушек пенсии отжимаешь, на это и живешь? Наверное. А почему бы нет, а? Давай, своим голосом давай. А почему бы нет? Ведь они до этого расстойны. Да, они не расстойны, они вестераны, пидораны. Все, ладно, мне стало скучно, и реально надо уже собираться. Поэтому, дорогие подписчики, всем... Поэтому я сливаюсь, блядь, предварительно не ответил на эти вопросы, нахуй, теперь я сливаюсь. У тебя вопросы? Тебя вопросы задавал? Мы тебе ответили. Ты на наши вопросы не ответил, так что знаешь, извини. Эрик Вальтер вообще молчал. Подожди, подожди, а если мы прежний наш разговор выложим? Почему-то... Вот давай тебе сейчас отправлю прежний разговор, давай ты его тоже выложишь в YouTube. Может, тебя ведь там обосрали. Муша, заткни этого петуха. Это невозможно. Понимаешь, понимаешь, в чем дело? Все, встать, заткни пасть. Понимаешь, в чем дело? Это будет... Посмотрят, посмотрят, в жизни наш разговор. Понимаешь, в чем дело? Ты вырезал свой разговор, да, действительно, я профейлился, я признаюсь, я очень жестко профейлился. Я ничего не вырезал. Нет, Андрей Адлер, погоди. Я признаю, профейлился, что я не записал тот разговор, да, это было бы более интересно. Я впервые столкнулся с таким вообще типом. Никогда мне так столько грязи не поливали. И тем не менее, неоднократно были моменты, когда тебя, Адлер, поправлял твой кореш, и ты сейчас это все боишься вспомнить. Соответственно, раз ты мне пытаешься... Подожди, подожди, у меня это, подожди, у меня сейчас в онлайне есть этот кореш, я могу его сейчас... Чувак, ты отмороженный или как? Мне нужно собираться, у меня пересменка. Мне нужно сливаться и идти. Ты просто-напросто ты сливаешься и все, ебать. Ну, поэтому я сейчас время тебе уделил. Ладно, МШ, да, не стоит обращать внимание на этого умственно отсталого человека, у него одно слово сливаешься и как там отвечать... Вывези за базар. Вывези за базар. Заткнись дно! Короче, я вывожу за базар и отвечаю, что у меня работа и она заканчивается. Так что, Эрик, спасибо за молчание. Адлер, спасибо за то, что ты показал нацизм стране, Россия, такой, какой он есть. Андрюха Нефедов, спасибо тебе за компанию. Хорошо пообщались. О, смотри, слился, слился! Да, слился. И поэтому всем счастливо. Спасибо за внимание, слушатели. Надеюсь, вам было интересно. Все, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ссылку и у Нефедова тоже Андрюхи будет. Все. Я уйду.